Поверьте, научение – это нечестно связанные вещи, потому что если ты ничего не запоминаешь, ты будешь научиться. И в широком смысле, в общем-то, способность какому-то научению есть, наверное, у всех живых организмов, потому что даже отдельные клетки, даже бактерии обладают какими-то механизмами памяти и могут чему-то научиться, что-то запомнить, приобрести какой-то опыт, то есть, столкнувшись с какой-то ситуацией, в следующий раз вести себя уже иначе, чем предыдущие. Но про память у бактерий, у одноклеточных, у растений сегодня говорить мы не будем, хотя это вообще интересная проблема. Запомним, что даже отдельная клетка способна чему-то научиться и что-то запомнить. Когда с этим мы сталкиваемся и в нервной системе, а у высших животных, а высшими животными мы считаем те, у которых есть нервная система, за память и научение всего организма в первую очередь заключает, конечно же, нервная система. И сегодня мы будем говорить только про память у животных, как про функцию нервной системы. Вообще, особенность там чего-то помнить, чего-то учить, конечно, в очень высокой степени характеризуется человека в мире животных. Наверное, это для нас интересно. А как же мы можем чего-то научиться, как вообще мы чего-то можем запомнить, как вообще эта информация хранится в мозгу? Чтобы это узнать, надо использовать разные способы научить информацию о памяти. В основном, конечно, эта информация была получена, и ее продолжают получить ученые, в опытах на животных. Ну, понятно, с животными можно делать то, чего нельзя делать с человеком. Бывают случаи, когда эту информацию можно получить и о человеке, ну, когда он, например, заболевает. Скажем, у человека происходит инсульт, при этом у него гибнет кусочек мозговой ткани. И дальше посмотреть, как это отразится на работе его мозга, в том числе на его способности что-то запоминать или чему-то учиться. Иногда на мозге человека делают операции. Бывают случаи, когда человеку приходится удалять кусочек мозга. А если даже это не связано с удалением мозговой ткани, то многие операции на мозге делают под местным наркозом, потому что в самом мозге нет никаких болевых рецепторов, надо только, как говорят, заморозить там хуже головы и в косте. После этого в мозге можно спокойно копаться, человек при этом находится в сознании, и параллельно договорившись с ним, можно стимулировать отдельные участки его мозга и спрашивать его, что он при этом чувствует. А он будет вам отвечать. В этом смысле человек, конечно, имеет серьезное преимущество перед животным. Животное нельзя спросить, что он чувствует, он ничего не ответит. А человек отвечает. Когда череп человека не вскрыт, все равно можно исследовать электрическую активность его мозга и то, что таким образом о его работе узнать. Правда, для изучения памяти это дало немного. А вот более современные такие точные методы анализа работы мозга дали до этого как раз очень много. Но один из этих методов это электронная эмиссионная томография. При этом человеку вводят в кровь сравнительно безвредное, почти безвредное радиоактивное вещество. И при его распаде, в частности в кровеносных сосудах мозга, испускаются позитроны. А специальные устройства, позитроны такие частицы, вроде электродов, которые с положительным зарядом. А специальные устройства их регистрируют. Почему это позволяет что-то узнать про работу мозга? Потому что количество крови, которое протекает через какой-то участок мозга, зависит от того, насколько интенсивно он работает. Больше всего крови притекают к тем участкам мозга, которыми мы думаем в этот момент. А чем больше дало в этом участке крови, тем больше будет в этом участке испускаться позитроны. И это можно установить с помощью компьютерной хомограммы. И, наконец, человеку дают разные лекарства. Иногда он и сам ест всякие вещества типа наркотиков. Это тоже как-то влияет на его память и способность учиться. На животных, конечно, как я уже говорил, руки более свободны. Хотя сейчас и работа на животных довольно строго регламентируется. Можно все-таки на таких животных, как мыши, например, смотреть, убивая бедных мышей, какие изменения в строении или в химическом составе мозга произошли у них после того, как они чему-то научились. Можно более свободно, чем на человеке, кормить их разными веществами и смотреть, как это повлияет на их память. И делать определенные операции на мозге, удаляя, скажем, участки. Кроме того, в случае мышей, а сейчас и многих других животных, можно искусственно влиять на работу генов во всем организме или в отдельном органе. У мышей сейчас, как я рассказывал в предыдущих лекциях, можно внедрить в их организм любой ген и заставить его работать, например, только в мозге и даже в определенном участке мозга. И можно выключить любой ген, причем тоже только в определенной ткани, если это необходимо. Ну и, наконец, у некоторых животных, о которых речь тоже сегодня пойдет, нервная система просто устроена гораздо проще, чем у человека. И поэтому разобраться, как они... А, память и научение у них есть. Поэтому разобраться, как они чему-то учатся и что-то запоминают, может быть легче. Это тоже сыграло важную роль. Ну вот, конечно, интересует нас больше всего человек. И оказалось, что некоторые клинические случаи, случаи заболеваний могут кое-что нам сказать сразу же без всяких почти дополнительных усилий про то, как же устроена память у человека. Уже довольно давно, в 60-е годы, такой американский исследователь, бренд Миллер, догадалась, что это может быть важный источник информации, и сделала вот такую вот классическую работу, хотя всего-навсего на одном больном. Этот больной, под подавленным названием ДХМ, потому что имя во-первых не называется, не разглашается, страдал от эпилептических припадков частных. А эпилептический припадок возникает, когда весь мозг почему-то внезапно охватывается возбуждением у человека. Он теряет сознание, бьется на землю, падает на землю, бьется там в страшных судорогах. Это опасно для его жизни. Может кончиться фаталь. Ну и чтобы это предотвратить, чтобы его спасти, можно выяснить, в каком участке мозга у него зарождается это возбуждение, удалить этот участок или изолировать его от других участков мозга, разрушить связи его с другими участками мозга. Ну и вот на этом больном пришлось сделать вот такую вот операцию, чтобы излечить его от тяжелой эпилепсии. Ну а привело, привело это к тому, что у него сильно изменилась память. Сейчас я про это расскажу чуть позже, когда картинка, компьютерка, демографика тоже ставилась на данное место, чтобы назвать. Вот она показывает, как работает мозг в разных ситуациях. Кстати, это интересная картинка. Давайте расширю вот тут ставилась. И еще на своем месте на нее посмотрим. Значит, это вот мозг покоя, да. Так выглядит активность мозга, когда человек слушает только стихи, грубо говоря. Вот здесь вот он слушает только музыку, а вот здесь вот он слушает песни, где есть и слова, и музыка. Ну и видно, что когда он слушает только стихи, то есть воспринимает слова, да, Более активно его левое полушарие, вот этот вот участок, особенно височная тролля, Когда он слушает музыку, более активно правое полушарие. Рецепт? Под музыку, да, то работают оба полушария. Что такое красное? Красное – это те участки, через которые протекает больше крови, которые более активно работают. А вот еще до того, как были получены все эти данные, Такой ученый тхем, больше полувека назад, Предположил, как вообще память может быть устроена. Он предположил, что когда две клетки работают синхронно, То между ними усиливается связь. Нервные клетки передают друг другу сигналы через специальные такие контакты синапсы. Ну и вот, или между этими клетками образуются дополнительные синапсы, Или старые синапсы начинают более активно, легко пропускать сигналы, И связь между этими клетками усиливается. Впоследствии эта теория в общем родилась. При животных, человеку мы еще вернемся, Можно изучать некоторые простейшие формы научения. А что это за простейшие формы? Три основных формы. Это габитуация, привыкание, потери чувствительности, Сенситизация, наоборот, повышение чувствительности, И, наконец, выработка условных рефлексов. По-английски это называется classical conditioning. Слово условный рефлекс, они не знают. Это русский термин. Ну, что такое габитуация, это понятно. Там, я не знаю, мама говорит вам, Садись, учи уроки. Хорошо, хорошо. Через пять минут говорит опять, Садись, учи уроки. Хорошо, хорошо. Садись, учи уроки. Если она говорит, это не повышая голоса, То вы уже даже не обращаете на это внимание, Не поворачиваете голову, Никак не реагируете, И не садитесь. Привыкаете к этому растрожителю. Ну, так же ведут себя и животные. Если собака слышит какой-то незнакомый звук, Например, громкий звонок, То первый раз она там вскакивает, Поворачивает голову, Навостряет уши, И сейчас смотришь, что это такое-то, Творится. Но если за этим звонком ничего не последовало, А через некоторое время звонит такой же звонок, Она уже реагирует на это меньше, А после пятого звонка Она вообще перестанет обращать на него внимание. Следуя известному принципу, Что на каждый чип не на здравственном счете. Если на все на свете обращать внимание, То ничего хорошего из этого не выйдет. Но вот тут ситуация совсем другая. На самом деле не очень хорошо это изображено, Потому что трудно в рисунок Отличить от выработки условного рефлекса. На самом деле там ситуация какая. Представьте себе, Что вы сидите все спокойно, Учите уроки. Допустим, Кому все-таки заставил вас сесть за уроки. Вдруг ваш брат, Откравшись к вам сзади, Там лопает шарик у вас над ухом. Вы его не видите, Неожиданно это происходит. Да, вы там, естественно, пугай, Непроизвольный. И, конечно, знаете, Что от него можно этого ожидать, Но тем не менее, Но после этого там раздается Через короткое время какой-то слабый хлопок, И вы от этого снова вздрагиваете, Хотя в спокойной ситуации Вы бы, может быть, не обратили на него внимания. Тут действует другой принцип. Пуганая ворона пуста боится. Поэтому правильнее тут было бы Там как вот это изобразить. Вот собака попадает в какую-то комнату, И вдруг ее там бьет током. А до этого, до этого известно было, Что она привыкла к какому-то звонку, И на него там не реагирует уже. Вот после того, как в этой комнате Ее там ударило током, Даже на знакомый сигнал, на звонок, Она будет реагировать гораздо сильнее. Потому что она понимает, Что она попала в какую-то опасную ситуацию, И там надо на все реагировать посильнее. Значит, это называется сенситизация. Ну, а условный рефлекс, Как известно, вырабатывал именно у собак Павлов. Ну, тут с током. Жалко собаку. Давайте он еще с пищей. Звонит звонок, Собака сначала наностряет уши, Потом он звонит в пятый раз, Она перестает на него реагировать. А потом вдруг после этого звонка Появляется миска с едой. Опять звонит звонок, Сразу же после него появляется миска с едой. Звонок появляется миской с едой. А у собаки меряют количество слюны, Которую она выделяет. Звонит звонок, Никакой миски нет, Но у собаки выделяется слюна, Хотя раньше, до этого, Естественно, в ответ на звонок Никакая слюна не выделялась. Значит, что собака научилась делать? Она научилась в своем мозгу Связывать, совершенно верно, Ассоциировать, говоря по-научному, Ну, просто связывать звонок С появлением еды. Раньше этой связи не было, А теперь она появилась. Говорят, что действуют два раздражителя. Один условный, это звонок, А условный раздражитель может быть Биологически неважным, незначимым. А второй раздражитель, безусловный, Это миска с едой. И если условный раздражитель Сочетается с безусловным, Причем обязательно сначала условный, Потом безусловный, Собака как-то там понимает, Что они взаимосвязаны между собой, И начинает реагировать на условный раздражитель, На который до этого она не обращала Ни малейшего внимания. Изучая эти простейшие формы поведения, Удалось многого достичь. Наверное, самые большие успехи в этой области Связаны вот с работами Министерствующего ученого, Хотя уже очень старенького, Эрика Кантова. Он, кстати, недавно написал замечательную книжку Про изучение памяти, Работал он на таком моллюске Брюхоногу, Род с неким улитов, Только без раковины, Который называется морской заяц, Научному аплезия. Это довольно крупный моллюск, Какой он. А самые крупные морские зайцы, Правда, с зайцем. Бывают в высоте. За работу на аплезии Грек Кантов получил номер скоплений. Его нервная система состоит из таких Скоплений нервных клеток, Ганглеев, Которых сравнительно немного, И всего в нервной системе в аплезии Примерно 10 тысяч клеток. А у человека, наверное, 10 миллиардов. Но главное даже дело не в том, Что их 10 тысяч, Хотя это тоже хорошо. А в том, что многие из этих клеток Очень крупные. И у всех особей этого вида Сидят строго на определенных участках. То есть можно узнать их лицо. Вот это вот клетка, Самые крупные клетки Диаметром почти в миллиметр. Вот видите. Их видно невооруженным глазом В нервной системе. Вот это вот клетка, Это нейрон какой-нибудь номер 1А, А это вот нейрон номер 2Б. И у всех особей, Которых вы препарируете. Вслед за этим эти нейроны Будут сидеть точно на тех же местах. Такие нейроны называются идентифицированными. И несмотря на такое простое строение нервной системы, А вот видите, Они тут таки номеров уже все. Несмотря на такое простое строение нервной системы, В аплизе есть все три формы научения, О которых я рассказывал. У нее есть ситуация привыкания, У нее есть синсетизация, У нее можно выработать, как у собаки, условные рефлексы, Хотя учится она, правда, дольше, чем собака. Купей немножко. Ну вот, в частности, Рикангл изучал на ней синсетизацию. Вот у аплизи есть такой рефлекс Втягивания жабры, Вот у нее жабра, А здесь такой вырост сифон, Чтобы туда втягивать воду, Матильную полностью вот в эту. И если вы дотрагиваетесь до сифона, То моллюск слегка втягивает жабу. Сильнее дотронетесь, Он сильнее втягивает. Если 10 раз подряд дотронутся, Ничего не произойдет, Он перестанет ее втягивать, Произойдет привыкание. А если вы дотронулись до жабры, И одновременно, Или перед этим, Ударили вы электрическим током в ногу. Ну тут написано хвост, Но на самом деле хвоста в моллюсках нет. На самом деле это нога. Для красного славца. После этого, Даже при легком прикосновении к жабре, Видите, как сильно он будет ее втягивать. Ну и удалось выяснить, Такие нейроны за это отвечают. Такие соединенные нейроны Называются нейронной сетью. Вот это вот сифон. Когда мы дотрагиваемся до него, То возбуждается вот этот чувствительный нейрон. Дальше он передает сигнал двигательному нейрону. И двигательный нейрон передает сигнал жабры втягиваться. А когда мы раздражаем электрическим током ногу, То чувствительный нейрон передает Возбуждение вставочному нейрону. А этот вставочный нейрон, Видите, действует на чувствительный нейрон. И вот здесь вот на его синапс. И что происходит в итоге? И моторный нейрон, двигательный нейрон, Начинает как-то сильнее действовать на жабру. Значит, этот нейрон как-то видоизменяет работу вот этих, Основных нейронов, Передающих сигнал от сифона к жабру. Поэтому он называется модуляторный, Видоизменяющий. Ну, а 5-HT написано, потому что так называется химическое вещество, Нейромедиатор, выделяемый этим нейроном, Еще он называется серотомин. Это один из нейромедиаторов, который есть и в нашем мозге. Есть и на хаме. То есть здесь он не действует. Значит, удалось, во-первых, узнать, Какие нейроны отвечают за это поведение, И как там некоторые пропущены, Но, как видите, основных очень немного. Нервная сеть очень простая. Тут совсем мало требований. А также удалось вот что выяснить, Что память у этой апризии бывает Каковременная и долговременная. Если один раз ударить ее током, То она помнит об этом совсем недолго. Там, меньше часа. А после этого перестает бояться. Тягивает жабру сильнее, чем обычно. Если четыре раза там подряд более-менее В течение короткого времени ударить ее током, То такая память длится уже несколько дней. Это уже долговременная. Но если четыре дня подряд И четыре раза в день были током, Тогда она уж совсем запуганная такая, Видите, тогда у нее реакция сильно увеличивается, И эта память длится больше недели И недолгого времени. Ну вот, когда этот самый Музуляторный нейрон Видоизменяет как-то работу Следующих нейронов, Воздействуя на них с помощью серотонина, То говорят, что он называет Долговременную потенциацию, То есть усиление активности. Они в течение долгого времени После этого передают сигнал Более активно, Музуляторному нейрону легче. Ну а серотонин действует Там через специальный рецептор На поверхности клетки Это белок. Потом сигнал передается Внутрь клетки. Повышается концентрация Такого вещества Циклического агнозимового фосфата. И к тому времени, Когда Кангл начал работать на аплизе, Уже было известно, Что этот самый циклический Агнозимовый фосфат ЦМФ делает внутри клетки. Было известно, Что он активирует некий белок, Протеин киноза, Кроме того, Может действовать еще и наемный канал. Вообще, надо сказать, Что выделение нейромедиатора Зависит не от этих белков, К которым мы сейчас вернемся, А от такого простого вещества, Как кальций. Конечно, не такого, Как в таблетках, А растворенного. Когда кальций растворяется, Он превращается в ионы кальция, Заряженные частицы. И для того, Чтобы нервная клетка Выделила нейромедиатор, Сначала сюда должен прийти Нервный импульс. Те, кто были на лекциях, Помнят, наверное, Рассказы про это. Тогда вот здесь, Вот нервного окончания, На конце аксона Открываются специальные каналы, А поскольку кальция Гораздо больше снаружи, В крови, В бежклеточной жидкости, Он заходит внутрь клетки, Действует на вот эти пузырьки, Где хранится нейромедиатор, И большое количество Нервного окончания Выделяется И действует На следующую нервную Клетку, Или на какую-то еще Клетку мешит. Ну и оказалось, Что когда внутри Вот этого чувствительного нейрона Повышается концентрация Протеин-диноза, То он действует На эту клетку так, Что возбужденное состояние Длится дольше. Он действует На специальные каналы Для калия Калий Медленнее выходит Из этой клетки, Она дольше остается В возбужденном состоянии, Когда приходят туда Нервный импульс, А значит, В нее заходит Больше кальция, А значит, Она будет выделять Больше нейромедиатора. И значит, Она будет Сильнее действовать На двигательный нейрон, А при здесь Сильнее втянет Жабу. Вот, Окажется, Что тогда не надо Никакого действия Сиротонина, А память возникнет Сама собой. Аплизии будут казаться, Ее нервные системы Будут казаться, Что ее били Током в хвост, Хотя никто ее не бил. Можно таким способом Вызвать у нее память, Заставить ее Помнить то, Чего не было На самом деле. Оказалось, Что вот такая память, Связанная с активацией белков, Всегда кратковременная. Для того, Чтобы эта аплизия Запомнила про что-нибудь Надолго, До нескольких дней Или недель, Необходим синтез белков. Это было известно И до того, Как Кангл начал Работу на аплизии. Это было сделано У других животных, В том числе У нас вопитающих. Оказалось, Что если синтез белков В мозге у любого животного Временно подавить, Выключить, А есть такие вещества, Которые выключают Синтез белков, То за короткое время Такое животное Что-нибудь может запомнить? На минуты. А на более длинное время От правила, Начиная с часов Или суток Ничего не запоминайте. Это общий закон, Который действует За всех животных. До долговременной памяти Оказывается, В мозгу Должны обязательно Синтезироваться Новые белки. Ну, тогда Значит, Кангл стал разбираться На аплизии А что же это за белки? И почему они синтезируются? Оказалось, Что если Протеинкина за активна Лишь небольшое время, То она не успевает Проникнуть в ядро, Потом ее Там выключают Другие белки Все возвращается К норме Но если она активна Более длительное время А когда она будет Активна Более длительное время? Если мы аплизию Несколько раз подряд Бьем топом Хвост, То есть, Когда выделяется серотонин И в чувствительном нейроне Активируется под действием Этого серотонина Вот этого Длительного 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 Обработ Bieber Активны Ген E Белок Белок А что будет дальше Чтобы ответить узнать, каким белком взаимодействует протеин киноза А. Вот этот белок называется C, R, A, B. И дальше надо проверить, а правда ли только в нём дело. Действительно в нём дело? Ну как проверить можно? Можно его выключить, поскольку он связывается с ДНК, то можно сделать коротенький кусочек ДНК, похожий на тот, куда он садится. Введём его в соответствующую клетку. Весь этот белок свяжется с этими искусственными маленькими кусочками ДНК. Его и останется там, на ДНК он действовать не будет. Оказалось, что это выключает долговременную память. Тогда плития ещё не может запомнить больше, чем на час. А можно сделать иначе. можно активировать этот белок и его активную форму ввести внутрь клетки. Тогда, наоборот, у него возникнет долговременная память на то, чего не было. Она без всяких ударов тока будет втягивать жабру сильнее. Ну а как же поддерживается дальше? Это память в течение дней или дней. Вот это замечательный, конечно, механизм. Я его сейчас объясню. Это кажется, что эта картинка очень сложная, но ничего, на самом деле тут всё понятно. Вот подействовал серотонин, вот в клетку попало больше СМФ. СМФ активирует нашу протеинкиназу А замечательно. Протеинкиназу А называют вождение большего количества кальция. И клетка начинает выделять больше нейромедиатора, действует на моторный нейрон. Это кратковременная память. При долговременной памяти протеинкиназа А проникает в ядро, связывается с нашим белком, дальше он действует на ДНК, активируются какие-то гены. И один из этих генов, который активируется в первую очередь в ядре клетки, отвечает за такой белок, который отщепляет от протеинкиназа А выключатель. Протеинкиназа А состоит из двух частей. Одна часть – это активный фермент, а другая часть – его выключатель. И некоторое время после активации выключатель этот присоединяется обратно, и протеинкиназа А перестает работать. Поэтому там участвуют еще один. Так вот, оказалось, что протеинкиназа А, проникая в ядро, стимулирует работу такого гена, который уничтожает ее выключатель. Он расщепляет его выключатель, и в течение длительного времени, пока эти молекулы протеинкиназа А существуют в клетке, а это может длиться несколько недель, дальше они тоже разрушатся, правда, они уже постоянно остаются активными. То есть здесь возникает, как говорят, тетля положительной обратной связи. Если протеинкиназа А успела включить эти гены, проникнув в ядро, то дальше белки, которые считываются с этих генов, не дают ей выключиться. Постоянно поддерживают ее активность. А это понятный, такой достаточно простой на молекулярном уровне механизм хранения памяти в течение как минимум нескольких суток или недель. Вот во всем этом удалось разобраться. Но потом оказалось, видите, что там есть еще такой второй белок, который протеинкиназа активирует вот этот белок, включающий гены, а этот наоборот, подавляет активность. Значит, есть не только гены, активирующие память, но и гены, подавляющие память. Оказалось, что если его убрать, то долговременная память тоже возникает в ответ на единичное воздействие, в ответ на одну порцию серотомина, которую выделил этот наш мегалитурный нейрон. Ну а дальше там начинаются еще другие процессы. Оказалось, что еще другие белки там активируют множество других генов и просто образуется действительно большее число синапсов, а старые синапсы увеличиваются в размерах, и в результате связь между этими клетками, как и предполагал Кеп, становится более такой сильной, активной. Но для этого требуется уже четыре раза в течение четырех дней, так бы удалить аплизию током. Тогда не просто меняется работа существующего синапса, но он увеличивается в размерах, и между этими клетками может увеличиться и число синапсов. Образуются фактически новые нервные связи в мозге. И это тоже связано с долговременной памятью, но для этого, естественно, требуется синтез белков. Тут уж без этого никак не обойтись. Вот самая, конечно, такая серьезная проблема, да, связанная с тем, что обычно одна нервная клетка, например, один моторный нейрон, действует на множество клеток мишеней через множество синапсов. И казалось бы, что если в этой клетке что-то произошло, то это затронет все ее синапсы. И она будет все свои мишени возбуждать сильнее, чем раньше. А при этом, скорее всего, ничего хорошего не будет. Никакой целесообразный ответ мы таким образом не получим. Потому что нам не надо, чтобы там, я не знаю, сильнее сокращалась нога или там высовывали щупальца. Нам надо, чтобы только втягивалась жабра. Один и тот же моторный нейрон может управлять разными мышцами через разные синапсы. Ну и вот, замечательно, что в физаплизии можно вынуть нервные клетки, почти не повредив. А если какие-нибудь отростки у них оторвутся, то они вырастают снова. И в течение довольно долгого времени их можно культивировать в чашке петли, вне организма. Кстати говоря, точно так же можно делать из аплизии и почти целую неповрежденную яблочистину, просто мозг. И этот мозг, находящийся в чашке петли, можно заставить думать, что мы касаемся жабры, что мы, я не знаю, бьем ее ногу током, что она под это ползет, у него будут там возникать всякие мысли, почти как в фантастических романах про голову профессора Дома. С людьми так делать нельзя, а с моллюсками можно. Даже ни одна голова, а активноизолированный мозг будет думать, как будто он целый организм. Что? А вот если у этого моллюска вырастет? Нет, у этого моллюска новый мозг не вырастет. Хотя, да, погибли. Хотя довольно многих животных, как ни странно, мозг отрастает снова. Я про это, может, еще на следующей лекции немножко скажу. В гидре нет мозга. Есть нервная система, нет мозга. Ну, тут выделяли из аплизии не целый мозг, и не всю нервную систему, а отдельные клетки. Вот, допустим, этот наш кодуляторный нейрон, который выделяет асеротонин. Он умеет находить нужные ему то нейроны в культуре, чашки петли вне молюска. А отращивает, если два нейрона по соседству с ним посадить, он отращивает отростки, которые идут ко богу, чтобы на них действовать. Да? Да. А как эти вопросы были на коробке? Это очень интересный вопрос, но не сегодняшняя лекция. По запаху. В общем, если кратко, то по запаху. Специфических вещей. Ну вот. А теперь давайте сделаем вот какую вещь. Накапаем сюда из пипетки серотонина. Как будто бы этот нейрон выделял серотонин вот в этом синапсе, значит, действовал только на этот моторный нейрон. Вот. Дальше будем смотреть, возникли ли изменения проводимости, стал ли нервный импульс проводиться лучше только в этом синапсе или и здесь, и здесь. Оказалось, что вот на этот синапс это никак не влияет. Что все изменения происходят только в определенном синапсе нервной клетки, а в других ее же отростках. Памяти не возникает. Она там не хранится. Почему так происходит, до сих пор точно неизвестно. На этот счет есть всякие идеи. Вода не одна. Ну, в общем, известно более-менее, что, чтобы синапс вырос, тогда должны доставляться белки, и эти белки доставляются из ядра во все синапсы без разбора. Но растет только нужный. Только там, где действительно происходила передача сигнала. Потому что только в этом синапсе эти белки становятся активными и включаются в работу. А как клетка это делает, как она заставляет их включиться только в нужном синапсе, а не в остальных, точно неизвестно. И разные теории. Я не знаю, почему. Это, возможно, одна из них, но я не буду так вдаваться. Значит, на аплизии удалось разобраться до уровня молекул, как происходит сенситизация. Простая форма научения. И что нужно для того, чтобы память об этом сохранилась в нейронике. А что нужно для ассоциативного научения, для выработки условного рефлекса? Что должна для этого уметь делать нервная клетка? Это мы когда-то чуть-чуть обсуждали на одной лекции. Значит, она на самом деле должна уметь как-то определять, что одновременно пришел сигнал от двух других клеток, что одновременно произошли два события. Сначала зазвенел звонок. Естественно, информацию об этом передают одни нервные клетки. А потом появилась виска с едой, и еду это удалось съесть. Информацию об этом передают другие нервные клетки. И где-то в мозге, у собаки или у аплизии, там не важно, должна сидеть нервная клетка, которая должна смехнуть, что эти два события как-то взаимосвязаны. Естественно, она должна получить каким-то образом информацию об обоих этих событиях. Правильно? Для этого к ней должен поступать сигнал от одной клетки и от другой. Ну и в каком случае выработается условный рефлекс? Вот смотрите, пока сигнал поступает от звонка, пусть отсюда идет информация о звонке, то эта клетка в ответ на это не возбуждается никак. Она уже привыкла, что звонок это так что-то неважное, на него можно не реагировать. А потом одновременно пришел сигнал от звонка, и почти сразу же появилась еда, и пришел другой сигнал от каких-то других нервных клеток. Ну, тут она, значит, возбуждается, потому что, конечно, сигнал от еды для нее значен. Но дальше должно измениться поведение этой клетки. Когда в следующий раз пришел сигнал от одного звонка, то она должна среагировать на него уже сильнее, выдать какие-то нервные импульсы, чем до совпадения во времени двух сигналов, предшедших от звонка и от еды. Понятно, да? Вот такая нервная клетка с такими свойствами она может обеспечить выработку условного рефлекса в нашем мозге. Ну и тоже, да, тут вот показано, как вырабатывается один из условных рефлексов, и как на это влияет подавление симпоза белка в мыши. Потому что дальше некоторые результаты, о которых я расскажу, были получены не на Афлизии, а как раз на млекопитающих мышах. Мышь сажают в какую-то клетку незнакомую, и она там смотрит вокруг, запоминает, что это за клетка, где она вообще находится, она может определить. Потом звонит звонок, а после этого звонка через колотые клетки пропускается там слабый электрический ток. Мыши, конечно, их не нравится, она, видите, подпрыгивает. И дальше через час или там 24 часа проверяют, помнит ли она, что это были какие-то неприятности. Но если она помнит, то она чаще всего попав в похожую клетку просто замирает, будет слышать, что не случится ничего плохого, не зазвонит ли звонок и не ударит ли его после этого током, допустим. Но это оказывается, что если в мозге вот такой мыши подавить синтез белка, то она через короткое время об этом забывает. Через 24 часа она уже не будет по этой током. И удалось доказать, какой участок мозга отвечает за это запоминание. Оказалось, что это такой участок довольно глубоко в мозге, я потом покажу, где он у человека, который называется гиппокамп. Если подавить активность клеток гиппокампа, ну, например, удалить его у мышек просто, то у нее можно вызвать кратковременную память, она в течение часа будет помнить, что лежали, например, в этой клетке. У нее сохранится то, чему она научилась до этого в долговременной памяти, но новая долговременная память у нее не будет возникать. Если мы ее будем учить реагировать на какие-то новые стимули, она будет помнить это в течение минут, а если его потом убрать из клетки и посидеть обратно, через 24 часа она ничего не вспомнит, как будто ничего и не было. Ну и вот в этом участке мозга, как, впрочем, во всей центральной системе, есть такой, например, медиатор, глютамат или глютаминовая кислота. Это одна из аминокислот, натриевая соль, которая обладает мясным вкусом, человек ощущает его как вкус мяса, поэтому глютамат натрия добавляют во многие продукты. Но это для всяких молодых растущих мозгов не очень полезно, надо сказать. А для взрослых более-менее безвредно, если доза не очень высокая. Ну и есть разные рецепторы, которые реагируют на этот нейромедиат, и которые в итоге вызывают возбуждение, если на них действует глютамат, а они находятся на какой-то клетке. Одни такие попроще, а вот другие такие очень затейливые. На них может действовать, кроме глютамата, еще масса всяких веществ, и естественных нейромедиаторов, и искусственных лекарств. Какие-то возбуждают этот рецептор, какие-то тормозят. А еще замечательно то, что в норме рецептор этот не пропускает йонов, а значит, не может вызвать возбуждение клетки, потому что его канал заткнул йонов в мазу. И он ни на что не реагирует вообще. А что нужно, чтобы на что-нибудь отреагировал такой рецептор? Оказывается, для этого необходимо, чтобы совпали во времени два события. Нужно, чтобы эта клетка уже была возбуждена, и нужно, чтобы в этот момент на этот рецептор подействовал глютамат. То есть он идеально подходит для выработки условного рефлекса. Вот в гиппокампе, в мозге млекопитающих, при выделении глютамата этот рецептор возбуждается только в том случае, если на эту клетку действует сильный сигнал от кого-то еще, ее мембрана уже там дополяризована, то есть она уже отвечает на какой-то сигнал. Если эти два события совпадают во времени, то иногда рецепторы срабатывают. А кроме всех других ионов, и в отличие от других типов рецепторов глютамата, они пропускают внутрь клетки ионы кальция. Ну и дальше эти ионы кальция, как оказалось, тоже участвуют в активации протеокиназа А, она проникает внутрь ведра. Если это длится достаточно долго, включает там какие-то гены. И таким образом клетка это запоминает о том, что произошло надолго. Внутриклеточные молекулы здесь вроде бы оказались похожи, а вот нейромедиатор и рецептор, которые в этом задействованы другие. Давайте это запомним. Какое это сходство и в то же время какие-то различия. Действует это немножко похоже на какую-то очень примитивную программу. Клетка как будто рассуждает. Значит, если клетка возбуждается и одновременно на нее действует глютамат, то тогда надо выдавать нервные импульсы и надо, кроме того, это запомнить. В них включаются механизмы, которые позволяют это сделать. Когда выяснилось, что гиппокампа отвечает за вот такое научение, да еще переводит из кратковременной памяти в долговременную, его стали очень интенсивно изучать, самыми разными методами чуть-чуть, а потом про это еще расскажу. И в ходе этих исследований обнаружились, например, совершенно удивительные клетки, которые называются клетки места. Вот тут они охарактеризованы. Когда мышь ходит по какому-нибудь знакомому помещению, то каждая такая клетка выдает нервные импульсы, когда ее голова находится в определенной точке пространства. В одной точке пространства возбуждаются одни клетки, в следующей, на следующем место другие, потом третьи, потом четвертые. Таким образом, внутри этого небольшого участка мозга видимо хранится карта окружающего пространства. Да, GPS такой. Ну а что же делать, когда мышь попадает в незнакомую среду? Кстати, в природе это происходит не так уж часто, потому что мыши территориальные животные, и каждая семья мышей живет на строго определенной территории и не может никуда с этой территории носа выслать, в общем-то. Сидят другие мыши, которые просто с ней расправятся. В природе больше не так часто попадают в какую-то новую среду. Оказывается, действительно, эти клетки начинают реагировать уже на другие, новые точки пространства. То есть туда загружается следующее GPS, как сказали. Потом она охраняется, ну и частично там есть как бы запасные клетки, которые могут там сохранить видимо и старую карту, а частично клетки, которые отвечали за старую карту, вовлекаются в этот процесс. Число это не бесконечное, и число карт, которые можно туда загрузить, конечно, тоже не безграничное. Ну и вот кроме тех молекул, о которых я упомянул, в гиппокампе были найдены и другие молекулы, которые подходят на роль молекул памяти. Вот, например, оказывается не только клетка может что-то запомнить, но и отдельная молекула. В этом примере я рассмотрю, как отдельная молекула может что-то запомнить. Это тоже такая протеинкеназа. Протеинкеназа – это белки, которые действуют на всякие белки и белки. И вот в таком состоянии она неактивна. Вот оказывается, что когда в клетку проникают йоды кальция, то они связываются с особым белком, кальмодулином, а потом этот комплекс кальция и белка соединяется с этой протеинкеназой и ее активируют таким образом. А после того, как она активируется, видите, у нее есть такой участок, который может и загнуться, и как якобы скорпион может ужалить сам себя, что неправда. Так эта протеинкеназа может к самой себе прилепить в такую пасфатную группу, в такую маленькую молекулу. И вот в таком вот состоянии, когда с ней связана кальция, и когда она сама себя активировала, она полностью активна. Но соединение ее с кальцием длится недолго, он довольно быстро отделяется. А вот соединение с фосфатной группой длится довольно долго. И даже после того, как концентрация кальция в клетке упала, она может повыситься только на короткое время. Это замечательная молекула сохраняет, как видите, больше половины своей активности. То есть после кратковременного воздействия она может достаточно долгое время оставаться активной, что-то запомнить. Но потом другие белки отделяют, отрывают от нее и этот кусочек, и этот фосфат. И она на самом деле тоже, конечно, может все забыть через какое-то время. Такой вот механизм самоактивации белка тоже может служить для хранения памяти. Уже третьих моментов. Ну и неудивительно, что оказалось, что если в гиппокампе заблокировать иногда рецепторы, а для них существуют искусственные вещества, блокаторы, то это нарушает долговременную память. Например, карта места формируется у такой мыши, но уже примерно через сутки она полностью ее забывает. Очень важно, что для запоминания этой карты нужно, чтобы мышь вообще была в таком несколько взвинченном состоянии. Ну, в незнакомой среде она почти всегда в таком состоянии. А в таком состоянии, когда человек понимает, что происходит что-то важное, и сосредотачивает внимание на это, у него тот медиатор, о котором вы говорили, а именно дофамин. Он отвечает, в частности, за концентрацию внимания. Без этого запоминание происходит гораздо хуже. Ну, и вот параллельно с этими результатами, которые были получены на мышах, уже некоторые данные о роли гиппокампа были получены на человеке, в частности, Брэнда Миллера, который я упоминал, на результате изучения больного. И гиппокамп находится у человека. Если мозг разрезать примерно по этой линии поперек, то оказывается, что кора головного мозга заворачивается на ее внутреннюю сторону. Вот здесь вот внутри имеется такая извилина, которая кому-то по форме запомнила морской конек. И вот там вот спрятан как раз этот гиппокамп. Это очень старый участок коры, кстати, для действия всех позвоночников. Ну вот, а для того, чтобы спасти этого больного от эпилепсии, ему удалили обширные участки мозга с двух сторон. Частью это были высочные доли, вот здесь вот, а частью операции были затронуты гиппокампы обоих панишек. Это помогло. Он перестал страдать от эпилептических припадков, которые до этого у него было до десяти в сутки. И в то же самое время с ним случилась, в общем, совершенно ужасная вещь в каком-то смысле. Но не самая, правда, ужасная, которая бывает. Значит, он хорошо помнил все, что с ним было до операции, все, что с ним, например, было в детстве, немножко хуже помнил события, которые были незадолго до операции. Но он совершенно не мог запомнить ничего, что с ним происходило после этой операции дольше, чем на несколько минут. Не совсем ничего, на самом деле, как оказалось, но ничего из того, что он мог выразить словами. Ну, например, он лежал в больнице, и когда он просыпался, то он понимал, что он находится в больнице, потому что он знал, что такое больница вообще. Он совершенно не мог вспомнить, каждый раз просыпаясь, почему он туда попал, что с ним вообще было день назад. И каждый раз ему приходилось спрашивать про это там медсестру с извинениями, потому что он понимал, что что-то не в порядке, интеллект его не был затронут. И только после того, как ему об этом напоминали, он это вспоминал каждый раз. Дальше, на следующий день, он снова это забывал. Если, например, он разговаривал с каким-то человеком, и человек на несколько минут выходил из комнаты и возвращался, то он не помнил, кто это, он не помнил, о чем он с ним говорил. И каждый раз ему приходилось об этом снова переспрашивать, и тогда он мог снова включиться в нормальную беседу, потому что, повторяю интеллекту, он ебл в затрону. Он переехал на новую квартиру после операции и никакими силами не мог запомнить дорогу домой и найти ее. Хотя обычный человек это, как вы понимаете, легко. Но, тем не менее, другие формы памяти у него не пострадают. Вот, например, глядя в зеркало на картинку, надо ее обвести. Оказывается, это делать сначала довольно сложно. Когда вы не видите свои руки, а видите только зеркальное отражение. Да, ведешь вправо, она ведет влево, надо тренироваться. И он несколько дней тренировался вот обводить звездочку, да. И через несколько дней он прекрасно научился обводить звездочку, хотя он абсолютно не помнил, что вчера он занимался уже этим делом, занимался там этой тренировкой, когда его спрашивали, что вы делали вчера, помните, как вы тренировались. Он говорил, нет, я ничего не помню, ничего такого еще не было. Но при этом рука его помнила освоенное движение, и с каждым днем она поделась в зеркало все лучше и лучше. Несмотря на то, что не осознавал, что он обучался уже этому. Вот другое задание, которое ему давали. Вот надо было узнать, что вот это вот зонтик, а вот это вот слон. Сначала мы показывали всю серию картинок, а потом, после того, как он понимал, значит, как он уже по черточкам, вот эти слона показывали, вот такие, самые непохожие. Через какое-то время спрашивали, что здесь нарисовано. Ну и опять же, он довольно быстро этому научился, и когда на следующий день ему стали показывать эти картинки, то оказалось, что он, в общем, прилично помнит, где там слон, а где зонтик. Хотя он не помнил, что он этому учился. Но где-то у мозгу у него это засело, тем не менее. А что они называются? А? Как они называются, он это помнил? Что? Так они называются, помнил, что слон и зонтик. Нет, он помнил, потому что он знал, что такое слон и что такое зонтик, конечно. Он же во взрослом состоянии перенес эту операцию. Ну и вот этот больной сохранил краткосрочную память. Пока он разговаривал с кем-то в течение нескольких минут, он прекрасно помнил содержание разговоров. Повторяя постоянно число, например, одно и то же, он мог держать его в памяти. Если переставал повторять, то через несколько минут его забывал. У него сохранилась долгосрочная память на все события, которые были до операции. И главное, что у него пострадало, это способность переносить информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную. Кроме того, бывает память осознаваемая, ее так часто называют словесная, эксплицитная, то, что человек может объяснить словами более-менее. Бывает такая вот неосознанная имплицитная память, например, моторные навыки. Из этого случая стало ясно, что это разные формы памяти, которые как-то по-разному устроены и, видимо, в разных местах хранятся. Потому что имплицитная память, вот это освоение моторных навыков, а также выработка условных рефлексов у этого больного не пострадали. Ну и на основании этих и многих-многих других экспериментов стало ясно, что существуют разные действительные памяти у человека. Ну, во-первых, по длительности, кроме краткосрочной и долгосрочной, видимо, есть еще одна форма по длительности мгновенная. Сейчас мы подробнее это разберем чуть позже. Во-вторых, важная характеристика человека – это объем его рабочей памяти, это количество объектов, информацию о которых он может одновременно хранить в голове. Для большинства людей 7 плюс минус 2 оказалось завышенной оценкой, скорее это 5 плюс минус 2. Но все-таки для человека больше характерных числа объектов от 5 до 7, и оказалось, что это один из признаков, по которому человек, как ни странно, сильно отличается от обезьяны. Пояснилось, что для обезьян предел рабочей памяти – это 3. Тремя объектами одновременно шимпанзе может как-то оперировать в голове, причем для этого нужно иметь довольно хорошие способности и очень долго учиться. Вы знаете, как узнали, в некоторых стаях шимпанзе большая часть летенышей, самых таких ленилых или тупых, научаются класть орехи на камень и разбивать их другим камнем. Научаются они этому, подражая маме от правил. Для этого надо оперировать 2-мя тремя объектами. Надо взять подходящий камень, один объект положительный вверх, дальше ударить сверху другим. Оказывается, что шимпанзе, чтобы освоить это, должны учиться годы. И осваивают эту операцию не все. И в соседней стаях шимпанзе, где такой традиции нет, там почти никто этого не может выучить. То есть это такое высшее достижение. Но человек, естественно, осваивает такую операцию очень легко и может делать что-нибудь немножко более сложное, потому что у него больше объем рабочей памяти. Вот, как я уже говорил, бывает такая неосознанная память. В частности, мы, конечно, не задумываемся, когда садимся на велосипед и едем. Нам не надо думать, как повернуть руль вправо, как повернуть руль лево. Когда надо там крутить педаль посильнее, когда поменьше. Если мы про это будем думать каждую минуту, то мы тут же заедем куда-нибудь в яму и свалимся с этого велосипеда. Это понятно. Ну а есть осознанная память, например, на факты и события. Кроме того, есть виды памяти, которые отличаются, как говорят, по модальности. Зрительная, слуховая, обонятельная память. Кстати говоря, память на запахи очень часто эмоционально окрашена. Запахи у нас наиболее тесно связаны с эмоциями. Да, да. Стоп. Я не знал, что есть у индейцев такой мемонический прием, но это, конечно, оправданно. Конечно, легче запомнить это важное событие, если оно определенным образом пахнет. Потому что это для человека связано с эмоцией. Да. А эмоциональная окраска очень важна для памяти. Это уже понятно. Вот оказалось, что бывают еще более детальные какие-то случаи, когда один вид памяти повреждается, а другой нет. Какие-то факты человек может помнить, а какие-то события своей жизни забыть. Более или менее сложилась общая схема того, как работают вот эти разные повременные виды памяти. Ну, по-видимому, вот есть такая мгновенная память, которая длится несколько секунд. Вот вы идете по улицам, и у вас едут машины, да. Вы, конечно, видите каждую из них. Но если ничего не произошло, и эта машина проехала, то через несколько секунд вы, естественно, забудете, как она выглядит. По крайней мере, не сможете помнить. Потому что на самом деле никто не знает, забыли ли вы это навсегда или просто не можете вспомнить. Это тоже неизвестно. Есть точка зрения, что, может быть, на самом деле вы это навсегда запомнили, но только не можете вспомнить. Ну, а если там чего-нибудь вас привлекло, вы говорите, о, какая интересная машинка, смотри, там, пап, такая машина необычная, едет, то это уже переходит ко временную память, и вы можете помнить об этом несколько минут или несколько часов, в зависимости от ситуации. Если еще что-то более серьезное произошло там, связанное с этой машиной, да, например, она взорвалась или, не дай бог, на кого-нибудь наехала, то вы можете вообще-то перевести это и в долговременную память. И из долговременной памяти сможете в случае необходимости извлечь эту информацию и переместить ее в свою рабочую память, когда будете с кем-то обсуждать это происшествие через месяц или через год. Опять-таки неизвестно, могут ли быть уничтожены полностью какие-то части информации, записанные в долговременную память. Могут, а может быть, они хранятся там уже навсегда в конце вашей жизни. Ну и известно, что с памятью связаны, на самом деле, многие другие структуры мозга. Вот, например, с животными делают такие тесты, но тут более простой вариант, я про него расскажу, когда они должны выбирать другой предмет. Вот, сначала лежит какой-то предмет, вот такой вот кругленький, да, вот пляшечка-пляшечка-пляшечка-пляшечка, под ней спрятана еда. Она снимает этот предмет и достает там, я не знаю, песочек, яблоко, яблоко. Потом клетку закрывают, а дальше перед ней ставят два предмета, такой же, как был в прошлый раз, и там пирамидку. Если она берет такой же предмет, то она ничего не получает. А если она берет другой, которого в прошлый раз не было, под которым не было еды, которая ей не знакома, тогда она включает награду. Она должна догадаться, что она должна выбирать не такой же предмет, а именно другой, которого не было, новый, да. Довольно сложное задание, правда? Да, довольно сложное задание. Ну и оказалось, что вот в этом случае почему-то повреждение гиппокампа слабо на это влияет, а рядом с гиппокампом находится еще такая важная область миндалина, которая отвечает за страх, определяет нашу способность чего-нибудь бояться, чтобы запомнить все страшное и на это реагировать. А вот еще по соседству есть участок коры головного мозга, и вот почему-то при его повреждении это задание животные не могут выполнить. Поэтому возникает впечатление, что, наверное, этот участок мозга отвечает как-то за память на знакомый объект, потому что иначе, если он разрушен, обезьян не может вызнать знакомый объект. Но все знают, что мозжечок связан с координацией движений, и вот те моторные навыки, которые мы осваиваем в детстве, садить, писать, кататься на велосипеде, ездить на коньках, кто умеет, конечно. По-видимому, хранятся все-таки где-то там, в мозжечке и еще одной структуре мозга, которая с ним связана. Поэтому неудивительно, что способность их вырабатывать не пострадала у больного HM. Ну вот я уже говорил, что миндалина связана с эмоциональной памятью. Это я пропущу. Кроме того, в хранении некоторых видов памяти довольно сложных участвует часть лобной доли нашего мозга, так называемая фронтальная кора. Вот мама одного из нейропизиологов, который занимался памятью, была очень хорошим кулинаром. И потом у нее случился инсульт, и у нее пострадал участок префронтальной коры. Этого нейропизиолога, а, нет, видите, она сестра, называемая Пентли. Знаменитый нейропизиолог и нейропизиолог. После того, как эта часть мозга была повреждена, она помнила все свои рецепты, могла их кому-нибудь рассказать. И она помнила, как делать каждое отдельное действие. Например, как там, я не знаю, бить яичные белки. И прекрасно могла это сделать. Но она не могла приготовить ни одного сложного блюда, потому что она не понимала, в какой правильной последовательности надо делать эти действия. Префронтальная кора связана у человека вообще с многими человеческими способностями, в частности, с умением планировать будущее. Вот оказывается, что такую сложную цепочку действий, которые мы выполняем даже в течение довольно короткого времени, без этого участка мозга осуществить правильно невозможно. Но у больных тяжелой формы алкоголизма развивается дефицит витамина В1. Они начинают забывать и то, что с ними было раньше, давно, и то, что с ними происходит сейчас, недавно. И участок мозга, который при этом наиболее страдает, это тоже не гиппокамп, а другая там часть промежуточного мозга, это талантус, участвующий, кстати, в моторных навыках. В нижневисочной доле есть какие-то области, которые связаны с памятью, зрительной способностью различать предметы. В левом полушарии находятся две зоны, которые связаны с речевой памятью. Но одна из них, которая находится вот здесь, это зона брака, она связана с управлением просто речью. Если она у человека разрушена, взрослого, то он перестает нормально говорить, произносить звуки. Но он зато все понимает, что ему говорят. Он может нормально писать. Поэтому он может что-нибудь написать, потом он может показать. А если разрушается вот эта вот зона, то человек забывает, как надо правильно говорить, хотя он может нормально произносить звуки. Он говорит фразы, которые состоят из какого-то бессмысленного набора слов. Половина этих слов не существует на самом деле. Он выдумывает тут на ходу. И к тому же он, к сожалению, перестает понимать, что ему говорят. Более поздние исследования показали, что в этой же височной доле рядом с зоной брака, по-видимому, по полочкам разложены разные части речи. Потому что при небольших поражениях мозга бывает так, что человек забывает, например, только глаголы, или только существительные, или только название овощей, а в другом случае только название фруктов, которые выучил в детском саду. И таким образом оказывается, что в хранении памяти участвуют едва ли не все отделы мозга. И даже был такой этап, когда казалось, что память хранится везде и нигде. Это физиолог Плэшлинг, который на крысах делал такие опыты. Он удалял случайные участки коры мозга и смотрел, как крысы после этого могут проходить лабиринт. И оказалось в его опытах, что совершенно не важно, в каком месте он удалил кору, а важно только сколько. Чем больше был удаленный участок этой коры, тем сильнее нарушалась способность крыс запомнить здоровый лабиринт. Поэтому он решил, что память нигде не локализована. Оказалось, конечно, что эти опыты совершенно ничего не доказывают. Во-первых, потому что для того, чтобы запомнить дорогу в лабиринте, надо очень много чего уметь. Это сложное задание. Для него крыса использует самые разные типы памяти. Во-вторых, а почему надо удалять именно кору? Вот удалил бы он, например, гиппокампа, оказалось бы, что крыса вообще через 24 часа ничего не помнит, как она там проходила этот лабиринт. Потому что не может удержать это в долговременной памяти, а только в кратковременной. Так что сейчас все-таки преобладает такая теория, что за долговременное хранение памяти в основном отвечают те структуры мозга, которые связаны с ее формированием, с ее выродом. Но этих структур действительно много. Они присутствуют и в разных участках коры, и в подкорплых структурах, так называемых лимбической системе. Вот, например, там моторная память про мозжечка хранится в моторной зоне коры. Они могут дублировать друг друга. Человек, у которого поврежден мозжечок, может заново, например, научиться правильно ходить и писать за счет того, что у него есть моторная кора в большом полушарии. Это сильно затрудняет изучение памяти, как вы понимаете. И, конечно, четко многие виды в памяти не локализованы. Потому что даже у взрослых животных, я не говорю о деденышах, он достаточно пластичен. Вот на обезьянах делали такой опыт, определяли, какие участки моторной коры управляют пальцами. Пальцы рук у нас у обезьян совершают самые сложные движения, в пианино можно играть, например. И большие участки коры головного мозга управляют этими мышцами. Ну а после того, как эта карта была составлена, кстати, у каждой отдельной обезьяны она немножко отличается. Поэтому сейчас на человеке, скажем, прежде чем делать ему операцию, если надо, например, сделать по полной эпилептии, уточняют корку мозгу, чтобы не захватить какой-нибудь важный участок или нарушить какую-нибудь важную функцию, как несчастливая ЭЧМ. Так вот, определив карту определения вот этих участков, отвечающих за пальцы, обезьяну заставляли тренировать три пальца, нажимать именно кнопку в определенной последовательности. Она тренировалась несколько недель, после этого снова определяли карту этого участка. Видите, что здесь происходило? Трудности мозга, которые отвечают за движения тренированных пальцев, увеличивались, а нетренированных немножко уменьшались за счет соседних территорий. Происходил захват новых участков тренированными пальцами. Ближе к злобе дня. Время от времени появляются такие сообщения в прессе. Найдена молекула памяти. Ученые обнаружили молекулу памяти. Вы помните, что мы упоминали уже множество молекулы памяти? Поэтому, когда появляются такие сообщения, то на самом деле речь идет об очередной. Играет ли она на самом деле ключевую роль? Вот недавно даже серьезным вполне ученым показалось, что да, наконец нашли такую молекулу, которая играет ключевую роль в памяти человека. Это очередной белок в мозге, проперединаза, и она очень хорошо подходит на эту лоб. Оно синтезируется только в переднем мозге, в других тканях ее нет. Она сначала доставляется в отростки нервных клеток в неактивной форме, как и полагается во все сразу. Потом она активируется только в тех синапсах, которые мы стимулируем, что нужно для выработки памяти, как мы уже поняли. Действительно, этот синапс разрастается и старается таким хорошим и мощным, если там активен этот белок. она стимулирует собственные силы. Если он один раз запущен, то это будет долгое время продолжаться, и память может таким образом храниться, может быть и бесконечно долго. Если после обучения, уже после или до обучения, вот это вот удивительно, подавить ее активность в мозге, то животное забывает то, чем оно научилось. для чего-то касается некоторых довольно разнообразных, правда, очень сложных форм памяти, где надо действительно учиться серьезно. Ну и при этом, что тоже, в общем, удивительно, а для медиков приятно, животное не теряет способности учиться заново, тому же самому или чему-то еще. Она позволяет стереть память, не нарушая при этом способности к обучению. Замечательный момент. Примерно с месяца назад удалось получить мышей, у которых ее вообще нет. Она просто отсутствует в их мозге. Оказалось, что они можно с помощью генной инженерии выключить или вообще убрать из генома мыши ген, который кодирует этот белок. И оказалось, что они прекрасно обучаются всем тем типам заданий, которые подавляются блокатором этой замечательной протентиназы МЗ. Более того, почему-то, пока неизвестно почему, специфический ингибитор активности этого белка по-прежнему стирает мышей память. Но о чем это говорит, наряду с теми фактами, о которых я до этого упоминал. Говорит о том, что, видимо, очень многие функции в мозге дублированы, и эту самую молекулу тоже кто-то дублирует в нашем организме. И если раньше мы говорили про то, что непонятно, где находится память, теперь можно сказать, что непонятно, какая же все-таки молекула за нее отвечает. Вероятно, одной такой молекулы все-таки нет. Что же касается самой памяти, то она иногда все-таки очень сильно локализована в мозг. И это было недавно исследованиями доказано. Вот оказалось, например, что в мозге, правда, только у человека и обезьян, потому что, видимо, только для них это важно. Имеются так называемые бабушкины клетки. Их так назвали первооткрыватели. Они вам позволяют узнать в лицо вашу бабушку. А если эти клетки... и все, больше они не зашли не отвечают. А если эти клетки погибают, что иногда бывает у пожилых людей, обычно в старом возрасте, то человек прекрасно видит, он различает все предметы, но он только не может узнавать в лицо знакомых людей. Часто это, кстати, проходит незамеченно, потому что старые люди обычно живут дома, ведут такой замкнутый образ жизни, а тех людей, с которыми они общаются, они узнают не по лицу, а по голосу, по ходке, по каким-то звукам. Так что это не сильно влияет на их жизнь. Вот замечательно, как клетки это делают. Оказывается, они в каждом лице... Клетка, которая отвечает за запоминания каких-то лиц, в каждом лице узнает те его детали, которые наиболее сильно отличают это лицо от среднестатистического. И, видимо, с этим связана наша такая хорошая способность узнавать лица на карикатурах. Ведь на самом деле карикатура совершенно не похожа на человека, которого она изображает. Правда? А мы почему-то сразу узнаем, что это за человек. Потому что как устроена карикатура? На карикатуре утрированы те черты лица этого человека, которые сильнее всего отличают его лицо от среднестатистического. А клетки нашего мозга под это заточены. Поэтому узнаем человека на карикатуре. Позднее были найдены еще более удивительные клетки. Это клетки, которые отвечают на все, что связано с какой-то известной вам личностью. Причем, видимо, таких клеток в мозгу одна или всего несколько. Не только на портрет... Я не знаю, кто такой Хелли Берия. Наверное, это какая-то известная эстрадная певица. В Америке все ее знают. Она фигурирует как привык. Не только на ее портреты, похожие портреты, но, например, на надпись Хелли Берия или на какие-то там атрибуты, которые с ней связаны, реагирует одна и та же клетка. При этом она не реагирует на другие похожие надписи и на лица других людей. Она отвечает только за запоминания вашего мира и всего, что с ним связаны. А мама? Такая клетка может быть одна. Если вы откроете интернет, он будет пестреть объявлениями о том, что можно улучшить память. Кое-где даже будет написано, что в три раза. В три раза оно улучшилось, если не в три. Ну ладно. Так можно ли ее действительно улучшить? Можно ли ее развить? Можно, только вряд ли эти курсы вам помогут. Они могут помочь вам, если вы очень мало занимаетесь умственным трудом и не тренируете свой мозг. Если после этого вы начнете читать, считать, разгадывать кроссворды, то это действительно поможет. Ну а в норме нормального человека память и так достаточно хорошо развита, и тогда ее улучшить уже сложно. От чего это зависит, хорошо ли она у вас развита? Ну, в частности, от того, в каких условиях мы провели свое детство. Это показано и в опытах на мышах, и в наблюдениях на людях. Если держать мышонка в тесной клетке, не давать ему игрушек, давать ему только воду и пищу, не давать ему играть с другими мышатами, то он вырастет глупым, вы поймите, у него будет плохо. Если воспитывать его в угощенной среде, а что такое угощенная среда? Это такая большая клетка, видите, всякие лазющики, там лесенка, колесо, много мышат, всякие игрушки, и еще дверцы иногда открывают, можно вообще вылезти и побегать по комнате. То выросшие в таких условиях мышата гораздо умнее, даже если у них такой же генотип, и имеют гораздо лучшую память. В полной мере это касается и детей. Причем меняется даже морфология головного мозга. То есть у людей при этом оказывается толще кора, лучше воспринимают сигналы предки этой коры, больше выделяется нейромедиатора, который отвечает за думание, лучше отличаемость, и надо сказать, что это может защищать от старческих нарушений памяти. Вообще показано многими исследованиями, во-первых, что люди, которые активно занимаются умским трудом, дольше живут и меньше повеют в старости. И во-вторых, показано, что может быть еще более важно, что они гораздо реже страдают от различных форм старческого слабоумия, связанных с потерей памяти. Если мозги тренировать, решать какие-то задачи, решать кроссворды хотя бы, постоянно читать газеты, не знаю, что еще делать, то они лучше и дольше работают. Так что в этом смысле улучшить память можно. Во всяком случае сделать так, чтобы она не ухудшилась. Вот, как вы поняли, повлияв на эту протеинкиназу МЗ, удалось стирать воспоминания мышей. Сейчас разрабатываются и методы того, чтобы это можно было сделать у людей. А как это можно сделать? Оказывается, можно это сделать, если заставить человека вспомнить о каких-то событиях. Например, есть какое-то очень неприятное вспоминание. Воспоминание, которое время от времени всплывает, человека мучает. В домашнем задании. Да, не сделано домашнее задание. Нет, хуже, что-нибудь хуже. И раньше человека часто лечили от этого психотерапевты, психоаналитики, которые обсуждали с ним это событие и пытались именить реакцию. Но оказалось, что если на фоне этих воспоминаний дать человеку некоторое лекарство, то он уже больше про это событие почти не вспоминает. Вспомнив определенное событие и подействовав в этот момент на мозг, можно заставить его об этом забыть, по-видимому. Конечно, если разобраться, как устроена память человека и как он обучается, в том числе словам, то это еще один шаг к тому, чтобы научиться читать его мысли. Надо сказать, что методика чтения простых мыслей уже сейчас отработана. Сейчас, уже, наверное, за секунду, за несколько долей секунды, можно предсказать, в мере активности вашего мозга, какое движение вы собираетесь делать. Куда вы двинете руку? На правый, наверное. Это, конечно, еще не 4 мыслей полного объема, да? Но первый шаг в этом направлении. Но это, конечно, очень страшно, потому что на самом-то деле никто не знает, к чему это приведет. Однако, к сожалению, видимо, поделать с этим ничего нельзя, и возможность такая, увы, появится в не столь далеком будущем. Ну, а напоследок, уже самый последний слайд нашей презентации, рассказ о том, как причудливы иногда бывают такие вот извивы судьбы, как причудливо фортуны. Один из людей упал, катаясь на лыжах, и сильно ударился головой. когда он пришел в себя, и его везли в больницу, то оказалось, что он плохо помнит то, что было с ним до этого события, и постоянно забывает то, что с ним происходило после. Он ехал вместе со своим другом, который катался с ним, отвлекался на то, чтобы рассмотреть какой-то пейзаж вокруг, и после этого забывал, кто рядом с ним. Ему каждый раз приходилось заново переспрашивать этого друга, а скажите, кто вы, с кем я разговариваю, с кем я имею честь. И только, как оказалось впоследствии, одно событие в своей жизни он помнил достаточно четко. Он помнил, что он нейрофизиолог, и по своей профессии он общался с каким-то человеком. Оказалось, что этот человек был больной Эйчей. Он оказался в той же ситуации, что этот человек. Вот какие удивительные события в моей жизни. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.